Всем привет! Вы видите Алексея Халецкого. Очередной выпуск «Мнение дилетанта». Сегодня он об обязательной вакцинации. Что-то меня вот несколько дней назад прям даже на коня подсадило. Как-то меня эта тема... Вообще тема вакцинации. Это не только про обязательную сейчас будет, а в целом. Началось на самом деле всё с того, что в каком-то сообщении, в комментариях я увидел... Или целое сообщение было о том, что вакцина не работает, потому что люди заболевают после неё опять. Вот, это всё обман. Потом я позавчера, по-моему, увидел сообщение Натальи Ветлицкой. Я почему-то... Ну, не почему-то, я подписан на неё в Фейсбуке, потому что мне раннее творчество Натальи Ветлицкой нравится. Особенно когда Дима Маликов ей песни писал, вот та, которая... Мне моя душа на исходе дня. Извините, сорвался. Короче, оказывается, был подписан. И у неё там сообщение о том, что вообще вся эта вакцинация – это глобальный заговор о том, чтобы убивать людей. То есть, те, кто вакцинировались, скоро, в общем-то, умрут. Ну, или не скоро, а в каком-то... Как-то умрут. О, господи, конечно, эти антипрививочники – это вообще какой-то трындец. Но это вот первая тема, в общем-то, по поводу чего поговорить. Не про то, что есть антипрививочники. Потому что человеческий мозг, он безграничен. И придумать всякой чухни может бесконечное множество. Понимаете? Меня здесь поражает, что в России... Ну, я в основном про Россию буду говорить. Огромный аппарат пропаганды, который работает на внесение папарак в Конституцию. Да, куча идет инфы о том, чтобы Навального рассказать, какой он пятая колонна. А важные вещи, жизненно важные для, собственно, для человека. То есть, рассказывать о том, как работают вакцины, что такое вирус. Вот это вот все. О том, чтобы пропагандировать поход на эту вакцинацию, рассказывать. Вот для этого почему-то у нас пропаганды в России, извините, в России не хватает. То есть, посадить Хованского за песню 7-летней, 10-летней давности про Норд-Ост, это только в путь. А посадить Наталью Ветлицкую или Боню за то, что они говорят, что вакцинация это смерть всем, и не хотите вакцинироваться, это нет. Нет, это они могут спокойно, не то, что посадить даже, типа, закрыть там какую-то открытую Россию, Медузу, за то, что они иногенты, это в путь. А вот этих людей, которые пропагандируют мракобесие, понимаете, это, ну, это, по-моему, вот это конкретно предательство Родины, мне так кажется. Это нет, это не надо. На это у нас ресурсов пропаганды не хватает. Это я просто не касаюсь даже темы, просто антипрививочников, я не собираюсь спорить, если вдруг у меня в комментариях придут антипрививочники, я не про то, что против вакцинации, мы сейчас к этому вернемся, поговорим. У нас же еще есть просто антипрививочники, которые против прививки, там, от оспы, там, от краснухи, вот от всех этих прививок. У нас тоже есть же противники, которые считают, что если это вколоть детям, то они все заболеют раком, лейкозом, поумирают. Ну, я даже не знаю, я, причем у них это каким-то образом еще намешано с любовью к Советскому Союзу, в котором вообще все прививки были обязательные, и никто даже не вякал по этому поводу, не было возможности. Одна из заслуг Советского Союза, это обязательная вакцинация населения, за счет этого, собственно, и увеличилось качество жизни в некоторых аспектах. Ой, я не знаю, как это все вместе связано, то есть вернемся в Советский Союз и отменим вакцины, я не знаю. Ну, ладно, возвращаемся. Следующая тема, это, в общем-то, вообще непонимание, что такое ковид, что такое вирусы, как это работает. То есть я не говорю, что я эксперт, медик-эксперт, да, но для этого и не надо быть экспертом. Не знаю, почему у меня это знание есть, я не какой-то особенный человек, я особо этим не интересовался. А люди вот как такую фигню начинают говорить о том, что вакцина от ковида не работает, потому что после нее заболевают. Да, потому что это, блин, это не вакцина, как против оспы. Оспой переболел один раз, и ты больше, у тебя 100% иммунитет, и у оспы не появляются другие виды, не появляются другие штаммы. Ковид – это грипп, чтобы вам было лучше понятно, не в плане симптомов, а в плане, что это такой же вирус. Если вы не в курсе, то у человека, когда он переболел гриппом, тоже появляется 100% резистентность к гриппу, но только к тому штамму, которым он переболел. Следующий штамм, ну а вирус, чем необычны вирусы, что они модифицируются, они постоянно изменяются. Причем, кстати, изменяются они в пользу меньшей летальности, но большей инфицированности. То есть, они легче переносятся человеком. Так вот, к следующему штамму уже нету защиты, но переболев хотя бы одним гриппом, одним видом штамма гриппа, следующий будет переноситься легче. То же самое касается ковида. Я просто такие вещи объясняю, прям банальные, по-моему. Поэтому, если вы переболели ковидом, то следующий штамм будет переноситься легче. И тот штамм, который вот вокруг вас бегает. На этом, собственно, на это и ориентирована прививка, вакцина, вакцина от ковида, что вы ею привьетесь. У меня, например, я прививался модерны первый и второй раз, да. Там идея в том, что капсула доносит код этого вируса в нашу РНК. Организм считает, как будто мы заразились ковидом, хотя мы на самом деле даже им не заражались. Я не знаю, как спутник работает, но модерна вот так. Там нету самого возбудителя этого вируса. Он борется с этим вирусом. У меня день, я вот день реально температурил. И запоминает на будущее, как это будет, если вдруг я заражусь вирусом. И даже если я заражусь не штаммом вируса, тем, которым я прививали, следующий все равно будет переноситься мной легче. Но вообще все вирусы лучше всего для человека переносятся, если у него сильный иммунитет. То есть вы в первую очередь должны о своем иммунитете заботиться. Тогда вопрос, типа, зачем вакцинироваться? Вот сейчас говорите. Я согласен с теми, кто говорит, что, мол, надо на иммунитет сделать упор. Не надо вот этой... Лучший иммунитет, чем вакцина. Да, но не вот в нынешней ситуации в мире, когда переполнены больницы. Дело не в том, что ковид сильно напряженная болезнь. Сейчас проблема в том, что все врачи перегружены. Вы можете заболеть ковидом. У вас могут пойти осложнения, даже после вакцины, между прочим. И попасть в больницу. Но нынешнее развитие медицины поможет вам выжить. Поможет. Только если не тысячами вот так люди будут задыхаться, им будет не хватать аппарата искусственной вентиляции легких. Вакцина не для того, чтобы вы стопроцентно не заболели ковидом, а чтобы разгрузить больницы. Если вы не понимаете, еще раз повторю, ковид, он навсегда с человечеством. Это как грипп будет. Тоже будут сезонные какие-то эпидемии. Но вы вспомните, вот сейчас кто-то болеет гриппом, ну, раньше как было. То есть, какую-то часть населения, по-моему, я почитал, что 5 или 8 процентов каждый год болеет гриппом. Но так как это размазано на сезоны, и больницы к этому готовы, то это уже воспринимается нормально. Я уже молчу о том, что дети переболевают этим всем ковидом. Вот я, опять же, для примера, я же иммигрант, да, иммигрировал. Я, когда в Беларуси жил, я где-то лет до 13 реально часто болел. После 13 лет, не знаю, лет 20 просто никаких проблем. То есть, у меня уже иммунитет напереболелся, наполучал защиты, научился бороться со всеми этими вирусами, которые уже были. И я нормально существовал. Главное, держать иммунитет в тонусе. То есть, чтобы у вас был сильный иммунитет, чтобы вы сами боролись. То есть, это лучший вариант бороться с какой-либо болезнью именно через иммунитет, а не через какие-то лекарства, как у нас принято антибиотиками. Кстати, для примера, сейчас же певица Максим лежит в реанимации. Не знаю, может, как выйдет это видео, как оно будет к тому моменту, но на данный момент она лежит с поражением 80% легких в реанимации. И врачи говорят, что она себе эту всю хрень привезла, потому что поздно обратилась и лечилась антибиотиками. Блин, лечить вирус антибиотиками? То есть, народ вообще не понимает, для чего антибиотики нужны. Почему вот не проходит вот этот ликбез? Почему людям не рассказывают, для чего лекарства? Например, здесь в США антибиотики только по рецепту врача выписываются. Не знаю, как в России, но только по рецепту. Так вот, когда я переехал в США, мы тут первый год с женой тоже постоянно болели, потому что тут все новые штаммы получаются для нас, там всяких гриппов и респираторных заболеваний, чего там еще бывает. И плюс еще у нас, мы нормально контактили с маленькими детьми, которые все там из детского сада, школы приносили. В общем, мы первый год тоже постоянно болели, получили иммунитет, больше тьфу-тьфу-тьфу, и ковидом не заболевали. Слава богу, вроде все нормально. Так вот, это к тому, что ваш организм должен заработать иммунитет. Еще раз повторю, я согласен, что если это естественным путем получено, если вы переболеете ковидом, это лучше, чем через вакцинацию. Совершенно согласен. Но сейчас тысячи людей болеют, вы займете лишнюю койку и не дадите какому-то человеку, у которого осложнения могут быть, выжить. Понимаете? Это вопрос выживания, чтобы меньше людей умерло. Для этого вакцинируются. Для этого. Есть еще резон такой, мол, вакцина это стресс такой для организмов, стряска серьезная. Ну, блин, ну, ребята, стряска для организмов, это мы в метро, вы проедете целыми днями, ходите. У вас ежедневная стряска для организма. Вакцина это, ну, тоже какая-то определенная стряска, несомненно, но это, серьезно, вы считаете, это повлияет на продолжительность вашей жизни как-то серьезно. Ну, это просто, опять же, провал пропаганды, провал объяснения банальных вещей каких-то очевидных людям. Ну, я понимаю, почему люди могут в этом не разбираться. То есть, сейчас многие годы куча людей, которые, ну, занимаются пропагандой, тратили свои ресурсы не на то, не туда, только чтобы сохранить власть каким-то людям, а на нормальные вещи, на объяснения вещей, которые касаются нашей жизни, вашей, нашей, ничего не тратят, не рассказывается, как будто в порядке вещей такое. Теперь, конкретно, вот вопрос про обязательную вакцинацию. Я, конечно, я против, вот в России, типа, обязательная вакцинация, принудительная. Я, несомненно, против, потому что это бред, и это уже сразу проявилось, потому что люди стали покупать справки о том, что они вакцинированы, с этими справками заболевали ковидом, попадали в больницы, и от этого пошла волна, что, вот, мол, вакцинированные заболевают, хотя на самом деле вакцинированные таки могут заболеть, но тут люди попадают в больницу, потому что они на самом деле не вакцинировались, и у них ковид протекает в тяжелой форме, хотя, когда, если бы они вакцинировались и заболели, они могли бы вообще или не заметить, Или, ну, он легкий бы проходил И еще что важно Теперь, получается, вот эти справки о вакцинировании российские Просто не признаются в других странах И россиянам выехать некуда Обязательная вакцинация Хорошо, вот что делать людям, которые переболели ковидом недавно? Зачем им вакцинироваться? Я понимаю, там давно, которые переболели Возможно Но зачем вакцинироваться недавно переболевшим? По идее, как раз их организм уже приобрел определенный иммунитет Я не знаю, как, то есть, касается ли обязательная вакцинация детей от ковида Я тоже считаю, что это полный бред Дети точно легко переносят ковид Да, есть случаи в мире, что умирали дети Ну, это как и от гриппа есть случаи, когда умирают Но, тем не менее, именно дети легче всего их переносят Ну, я так понимаю, молодежь, там, я не знаю, до скольки лет Ну, наверное, если вы старше 20, имеет смысл все-таки вакцинироваться До 20, зачем обязательная вакцина? Ну, я просто не знаю, вот эти цифры, это надо статистику смотреть Какая статистика смертности от ковида в возрастных группах? Потому что точно всем, вот прям всем 100% этого не надо делать Для сравнения, что в США? Здесь нету никакой обязательной вакцинации Здесь заманивают всякими лотереями, розыгрышами, деньгами Ну, то есть, вот в моем штате, где я нахожусь, тут проходят лотереи Если вы вакцинированы, ну, точнее, если бы вы хотя бы один раз вакцинированы То вы участвуете в лотерее Там каждую неделю, по-моему, по 50 тысяч разыгрывается Раз в месяц 15 миллионов вроде как Такое вот Но деньги можно получить только если вы уже полностью вакцинируетесь Обе дозы примете, вот такое По-моему, это более здравый подход, честно говоря Ну и, судя по всему, то есть надо, чтобы иммунитет был у 60% популяции Как я понимаю, из того, что я читал 60% и больше В США уже вакцинировано обоими дозами больше 50% точно Я не знаю, ну, я это смотрел, честно говоря, недели две назад Как, короче, может уже там и под 60% вакцинировано Плюс те как раз, кто переболели Ну и можете посмотреть, какая сейчас статистика по новым случаям И по случаям смерти, в общем-то И тут уже все полностью открылось Тут пока То есть ограничения говорят Только если вы не полностью вакцинированы То тогда вам еще ходить в маске, например Но это никем не проверяется абсолютно То есть вас никак не могут спросить об этом А вот эти ограничения Обязательное вакцинирование, как я уже сказал Ведет к тому, что люди начинают обходить этот закон И дискредитировать саму идею вакцинации Потому что, во-первых, ты купил себе этот сертификат Умер в больнице от ковида Антипрививочники кричат, что ага, вакцина не работает Во-вторых, все остальные страны вокруг запрещают Даже нормальным людям, которые реально вакцинировались С этим сертификатом к себе въезжать Прям win-win получается Гемор во все ягодицы себе со всех сторон набираешь Зачем вот эта обязаловка очередная в России? Просто, ну, это... Я считаю, что это тотальный провал пропаганды То есть вы не объяснили людям Как работает вирус Как работают вакцины Как это все будет действовать вообще Куча сил и времени бегать по комментариям Рассказывать, какой мудрый правитель Путин Как у нас все хорошо Как мы сажаем всех недовольных Это все правильно, это все по закону А рассказать нужные вещи Которые касаются жизни именно Это нет Это у нас... На это у нас нету средств Мы лучше проведем матчи по чемпионату Европы Где еще куча позаражается Это, знаете, как... Как там анекдот, что, типа... Если... Интересная система, что Ковид перестает работать на то время Как ты снимаешь маску, чтобы в кафе покушать Да, это... Это ему досталось в наследство От тех бактерий, которые Ждут 5 секунд, прежде чем Ты что-либо с пола поднимешь Так и здесь, что, типа... Если ты в Санкт-Петербурге Ходишь в фан-зону на чемпионате Европы Или на стадион То ковид, типа, тебя не трогает, да? Тоже... То есть, получается, вот здесь у нас Можно соблюдать какие-то ограничения А вот здесь... Дочнее, можно не соблюдать ограничения А вот тут вам надо обязательно там ходить в вакцине Поэтому и недоверие То есть, народ удивляется Недоверие к спутнику То есть, у меня тоже было недоверие К этим вакцинам Но я следил за Израилем Вот в Израиле умные евреи Как всегда, все быстро сделали И продолжаю смотреть Что-то у них... У них все нормально Значит, это все работает 60% вакцинировано Все, можно все открывать нафиг Или переболело Или как-то Что за обязательная вакцинация для всех? Я просто... В чем идея? Чтобы вы просто на ровном месте себе Очередные... Поднять недовольство? Причем... Знаете, такое ощущение, что если ты говоришь, что ты за вакцинацию То в России тебя считают уже сторонником власти Ну это просто... Я просто сторонник здравого смысла Власть не может постоянно херню делать Все-таки там сьят люди, которые Ну в какой-то мере управляют страной И говорят, что все, что они делают, это полная хрень Я не могу Потому что это не так Вакцинация это, несомненно, благо Ну давайте просто подытожу А то я сейчас могу по кругу это все говорить Смотрите Ковид с человечеством навсегда Это будет такая же фигня, как и грипп Еще одна То есть вот есть там... Иногда эпидемии гриппа происходит Иногда эпидемии ковида Будут появляться новые штаммы Нам надо ими переболевать Как это будет реальная болезнь ковид Вы им заболеете Да, кстати, после самого ковида-то осложнение Еще это не сказал Что потеря вкуса, потеря слуха То есть осложнение от реального Как вы поболеетесь Вот в тяжелой форме Вам это надо? Может лучше все-таки привиться И в легкой форме это сделать? Так вот, это навсегда Вакцинация нынешняя Сделана для того, чтобы Нагрузку на больницы снизить Потому что заболевающих ковидом так много Что их не успевают спасать В дальнейшем Ежегодная там вакцинация Это по вашему желанию Вы как хотите Например, в США Я думаю, что и в России тоже Вы можете каждый год Заново прививаться от гриппа Но это понятно, что это не современный штамм А штаммы прошлогодние Но типа попроще будет Это как хотите То есть это вакцина Чтобы меньше было в больницах больных Вакцина от ковида Не дает стопроцентной защищенности от него Вы можете все равно им заболеть Но перенесете это в легкой форме А может все равно в тяжелой Все равно это может быть Но вероятность этого намного-намного меньше Потому что ваш организм уже будет подготовлен И говорить, что вакцина не работает Ну, то есть почему людям не объяснили Как она работает Для чего это дело Не знаю, короче В общем, на этом все Пригорело Выговорился Ваше мнение, как всегда В комментариях Пожалуйста, будьте взаимовежливы И пишите вменяемые комментарии А не... Ну, то есть понимаете, что комментарии Начинающиеся со слов То, что чувак в видео говорит Это бред Он просто, ну, в никуда уходит На этом все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok